Пока еще удивляет возможность подъезда с багажом к самому входу. Но новая привокзальная площадь обустроена на 150 машиномест. Удобно, комфортно, спокойно, просторно и безопасно. Глядя на количество пассажиров в зале, задумываешься, а как же все размещались раньше в прежнем терминале. При этом часть большого зала безболезненно для режима работы терминала зарезервирована для проведения торжественной церемонии. Открыл ее генеральный директор базы Лайера Леонид Сергеев. Он, в частности, подчеркнул. Государство инвестировало в полосу порядка 3 миллиардов рублей. Соответственно, здесь самая лучшая и современная полоса, которая позволяет делать 21 ВПО в час. Это очень большая полосная способность, и это минимум на 20 лет. Живая жизнь аэропорта на минутку прервала торжественные слова. Пассажиры Юнис Роберсон, вылетающих месяцев 15-47, Анапова, Слава Шереметьево, просит пройти на констатку. Это называется «Минута слабая». Для этого пассажира он идет в историю открытия. На сегодня это здание является, наверное, одним из самых высокотехнологичных и умных. Знаете, как говорят «умные дома», да? Вот у нас умные терминалы. Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Анатолий Вороновский отметил. Очень значимое событие. Событие, которое мы ждали очень долго. Но, тем не менее, за 15 месяцев был построен замечательный новый аэровокзальный комплекс «Анапа». Заместитель главы города Анжелика Базунова порадовалась этому долгожданному событию. Для нас очень важно, чтобы комфорт наших гостей был на высочайшем уровне. Поэтому сегодня мы с гордостью можем сказать, что воздушные ворота «Анапы» открыты и готовы к приему новых гостей. Символическая красная ленточка перерезанная и в курсе по аэровокзалу провел сам Сергеев. Он привез из Москвы с собой своих детей, чтобы они могли понять, где 15 месяцев пропадал их отец и чему отдал столько сил. В этом аэропорту мы постарались внедрить все то, что уже работает в других наших аэропортах. И мы знаем, что пассажиру все должно быть удобно. Все должно быть настолько органично размещено по его ходу, чтобы он постоянно не особо сильно напрягался на тему, куда, как дальше идти, что делать. Один из самых эффективных средств в коммерции, мы говорим не только про технологию, мы говорим про сервис и про удобство для пассажира, это являются коммерческие зоны, которые сделаны как в еде, так и в ритейле. Соответственно, у нас сейчас во всех практических аэропортах сделаны так называемые магазины «Вокс-Ру», это когда ты проходишь сквозь магазин, вы сейчас все это своими глазами увидите. Самое главное – это ассортимент и ценовая категория. Магазины, кафе, столовая – здесь есть все для пассажиров по доступным ценам. Бизнес-зал поражает своим уютом и шиком, а багажное отделение – скоростью обработки багажа. В перспективе строительства летней площадки – это сделает наш аэровокзал не только еще больше, но и еще современнее.